Добрый день, buenos tardes amigos. Рады всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему мероприятию. Уверен, вы не пожалеете, так как у нас сегодня отличные и интересные спикеры из жаркого Перу, которые расскажут об особенностях ведения бизнеса в Перу, о том, какие перспективы для российских IT-компаний есть в стране, к чему нужно быть готовым, ну и много всего полезного и интересного. Разрешите передать слово главному спикеру сегодняшнего вечера, торговому представителю России в Перу, простите, Олегу Горлову. Олег, вам слово. Добрый день, Игорь. Добрый день, Олег. Рад приветствовать вас и всех, кто смотрит в прямом эфире этот выпуск подготовленной компанией TechGlobal. Сегодня мы поговорим о Перу. Может быть, это не настолько жаркая страна, мы только сейчас входим в летний период, но тем не менее интересная. И страна, представляющая потенциальный интерес для российских IT-компаний. И, собственно, поговорим о самом IT-рынке. Я включу слайды, чтобы цифровая информация воспринималась проще. Перу – это третья по площади после Бразилии и Аргентины страна в Южной Америке. Это пятая экономика в латиноамериканском регионе. И в 2019 году ВВП Перу составил 228 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения – 7,2 тысяч долларов. Население Перу чуть более 32 миллионов человек. Городов-миллионников в стране всего два. Это столица, город Лима, в которой проживает треть населения, более 10 миллионов человек. И город Арикипа, в котором проживает около 6% населения Перу, чуть более 1 миллиона человек. Важной характеристикой перуанской экономики и магнитом для иностранных инвестиций служат высокие кредитные рейтинги страны по версиям агентств Moody's, Pitch, Standard & Poor's. По данным показателям, Перу занимает высокое второе место среди стран Южной Америки. В 2019 году перуанский внешнеторговый оборот был 88 миллиардов долларов. Сальдо положительное – около 6,5 миллиардов долларов. Структура экспорта традиционно носит продовольственно-сырьевой характер. Медь, золото, цинк, серебро, сжиженный газ, рыба, рыбная мука и продукция агропромышленного комплекса. В импорте существенную долю занимает потребительская продукция и капиталоемкие товары – это легковые автомобили, бытовая электроника, средства связи, промышленное оборудование. На 10 основных внешнеторговых партнеров в Перу приходится около 70% всего товарооборота. Первое место среди них занимает традиционно Китай с долей 27%, второе место у США с долей около 16% и Россия в этом списке занимает скромное 25-е место. В 2019 году российско-перуанский товарооборот составил 548 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 265 миллионов, а импорт из Перу – 283 миллиона. Взаимноторговля характеризуется высоким уровнем комплементарности. Если говорить о перспективах российского экспорта в Перу, то, на наш взгляд, определенным потенциалом обладают следующие экономические сектора – это фармацевтика, транспорт, электроэнергетика, горнодобывающая и пищевая промышленности, а также информационно-коммуникационные технологии. О них и поговорим сегодня. Около 85% бизнеса в Перу является частным. Для информационно-коммуникационных технологий справедливо было бы сказать, что весь бизнес управляется частными компаниями. Основным регулятором в сфере телекоммуникации в стране является государственная служба по контролю над частными инвестициями в сфере телекоммуникации «ОСИПТЭЛЬ», который организационно подчиняется Совету Министров Республики Перу. На сайте этой организации можно найти статистику использования интернета и телефонной связи, списки дистрибьюторов телекоммуникационных услуг в Перу, информацию о выданных им лицензиях, штрафах и подписанных концессионных соглашениях. При «ОСИПТЭЛЬ» даже есть свой арбитражный центр. Кроме того, развитием информационных технологий занимается Министерство транспорта и коммуникации Республики Перу. Вопросами развития электронного правительства ранее занималась национальная организация ОНХИ, Офисина Национальной Деговьерной Электроникой и Информатика. С июля этого года в рамках национальной стратегии цифровой трансформации данной функции перешли секретариату электронного правительства, которая напрямую подчиняется Совету Министров Республики Перу. Среди реализованных проектов можно выделить создание национальной инфраструктуры спутниковых данных по испански облевиатура ИДЭП с интерактивным интернет-порталом геопространственных прикладных программ и услуг по территории Перу. Сейчас одной из приоритетных задач секретариата электронного правительства является реализация национального проекта «Платформа цифрового правительства», в рамках которого планируется перевести госуслуги в онлайн-формат к 2021 году. Для этих целей правительство Перу при содействии Межамериканского банка развитие выделило около 1 миллиарда долларов США. Данный проект уже реализован на 40%. За внедрение и использование цифровой подписи в Перу отвечает Национальный институт по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности по-испански Индекопи, который аккредитует удостоверяющие центры и их программное обеспечение. Актуальный перечень центров и используемое ими программное обеспечение опубликован на сайте организации индекопи.гоп.п. В 90-х годах прошлого века за основу перуанской экономики была взята неолиберальная модель с акцентом на привлечении иностранных инвестиций. В 1994 году было принято стратегическое решение о приватизации телеком-отрасли. Государственная компания Intel была куплена испанской телекомой. А в 1998 году вся IT-отрасль была приватизирована. И вступив в фазу свободной конкуренции получила новый виток развития. Например, до либерализации сектора информационно-коммуникационных технологий количество телефонных линий на каждых 100 жителей составляло менее трех, что было самым низким показателем в южноамериканском регионе. После реформы ситуация кардинально поменялась и Перу вошла в число лидеров. По данным Асептель, к концу 2019 года было зарегистрировано около 41 миллиона мобильных пользователей. И незначительное количество подключено к виртуальным операторам мобильной связи. Напомню, что население Перу 32 миллиона. На примере телекоммуникации наглядно показана типовая структура айти-рынка Перу. В основном это крупные иностранные игроки в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставляющие услуги мобильной, телефонной связи, интернета и кабельного телевидения. Испанская телефоника является крупнейшим мобильным оператором на рынке телекоммуникаций Перу. Вторая – это компания Клара или мексиканская телеком-компания Америка Мовель. Затем идет чилийская НТЛ. Она вышла на перуанский рынок в 2014 году, поглотив мобильного оператора Некстел. И четвертая – это компания Бител, дочернее предприятие вьетнамской Вьетел Телеком. С самым большим покрытием в Перу сетей 3G и 4G. Небольшую долю на рынке мобильной связи занимает перуанская компания Инкасел Мовель, предоставляющая услуги виртуальной телефонии и обеспечивающая связи около 5 тысяч пользователей. Для перуанских властей важной задачей является получение членства в Организации экономического сотрудничества и развития. Здесь рассчитывали добиться этой цели к 2021 году, однако в условиях пандемии осуществление всех необходимых для этого требований выглядит проблематично. И так что в разработанном Министерстве экономики и финансов Перу в национальном плане по модернизации инфраструктуры для повышения конкурентоспособности приводится информация, что для достижения показателей стран-участниц ОСР Перу необходимо инвестировать в телекоммуникационную отрасль в долгосрочной перспективе около 6 миллиардов долларов США. Из них 70% сотовую связь и 30% широкополосный интернет. В настоящее время количество мобильных передатчиков по стране видите на слайде составляет 36,5 тысяч единиц и отмечается дефицит антенн мобильной связи в количестве 15 тысяч единиц, которые необходимо установить в ближайшие несколько лет. В последние годы в Перу сильное развитие получила интернет-инфраструктура. По инициативе правительства в 2018 году был реализован национальный проект «Национальная оптоволоконная связь». По-испански это звучит, как видите, «реддорсаль» национальная фиброоптика или сокращенно сложно произносимое «РДНФО», который был выполнен концессионером мексиканской компанией «Астека», даже группой компаний. Было проложено около 13,5 тысяч километров оптоволокна, соединяющего 180 из 196 перуанских провинций. Объем инвестиций составил более 330 миллионных долларов. Концессионный контракт был подписан в 2014 году на строительство, управление и техническое обслуживание оптоволоконной сети сроком на 20 лет. Сейчас сети управляют около 29 операторов, подключенных к сети и заключивших контракт с компанией «Астека». Построено 387 ответвлений от сети от 155 узловых станций. По мнению министерства, данный проект способствовал улучшению предоставляемых для бизнеса и населения услуг интернета, мобильной телефонной связи, а также цифрового телевидения. Кроме этого проекта в стране есть оптоволоконные сети общей протяженностью 24 тысячи километров, как вы видите на первой части этого слайда, развернутые по частной инициативе до 2017 года. Испанская телефонникой, мексиканская Клара, колумбийская интернекса, вьетнамская Виэтел и дополнительно Министерство транспорта и коммуникации при содействии Инвестиционного фонда в сфере телекоммуникации инициировало проект подключения к национальной оптоволоконной сети. 15 из этих проектов уже были успешно реализованы частными операторами, среди которых опять испанская телефонника, израильский Гелат, китайский Айовси, колумбийская Уроком и перуанский Бентел. Инвестиции составили около 600 миллионов долларов в сумме. Все сети протянулись на 70 тысяч километров, хотя некоторые из них, как видно, на схемах дублируют друг друга. По данным специализированных аналитических агентств, интернет-экосистема Перу состоит из 10 дата-центров, 14 облачных сервисных провайдеров и одной сетевой фабрики. Не могу не упомянуть о деятельности компании Yota в Перу. В 2009 году российская компания вышла на перуанский рынок и получила право на использование диапазона 22 МГц на частоте 2,5 ГГц по всей территории Перу для развертывания сети четвертого поколения. Затем компания получила дополнительное разрешение на использование еще 18 МГц в городе Лиме. Итого получилось 40 МГц. В 2011 компания подписала контракт на развертывание сети 4G и в короткое время заняла долю перуанского рынка широкополосного мобильного интернета в 4%. В 2012 году была учреждена дочерняя компания Olo. Сеть была развернута корейской компанией Samsung и к 2015 году в эксплуатацию было введено 273 базовых станций, которые покрывали 4 самых крупных города страны, включая столицу. Всего компания присутствовала в 17 городах. Инвестиции в проект за 5-летний период с 2009 по 2014 годы составили 100 миллионов долларов. был запланирован также второй этап инвестирования в период с 2015 по 2019 годы объемом 85 миллионов долларов, который предусматривал установку дополнительных 1 тысячи базовых станций ЛТИ с покрытием 84 населенных пунктов и открытием офисов в 24 регионах страны. В 2016 году мобильный оператор Clara это месиканская компания America Movil купила компанию Ola и обеспечила себе долю рынка ЛТИ с 12 миллионами перуанских пользователей данной технологии, завершив тем самым один из крупнейших российских инвестиционных проектов в Перу. Что касается радио и телевидения в Перу, то в этом году Министерство транспорта и коммуникации перенесло переход страны на формат цифрового телевидения с декабря 2020 года на декабрь 2022 года. В настоящее время в стране видите на слайде около 5,5 тысяч радиопередатчиков и около 2 тысяч передатчиков телевидения. Их расположение можно также увидеть на карте на слайде. Этот год несмотря на общий спад в экономике послужил катализатором развития IT-отрасли в мире и Перу не стало исключением. Профильное министерство сообщает, что за две недели после введения в стране режима чрезвычайной ситуации и эта тенденция сохранилась и позднее в течение всего года, использование домашнего интернета выросло на 40%, а мобильного интернета на 20%. Фиксируется рост использования мобильных приложений, таких как WhatsApp, Netflix, TikTok, YouTube. Убеличилось время, потраченное перуанцами на электронные покупки с использованием мобильных приложений, соцсетей, онлайн-магазинов, маркетплейсов. На время действия режима чрезвычайной ситуации, который продлился до июля, были отменены очные занятия в школах и вузах. Министерство образования перевело учащихся на дистанционное обучение и запустило образовательную платформу Apprendu en Casa, что переводится с испанского учидома, а также серию учебных передач на государственных и частных телерадиоканалах, в основном для регионов с плохим покрытием оптоволоконной сетью. В сфере здравоохранения правительство запустило приложение Peru Entusmanus в переводе на русский означает «Перу в твоих руках», в котором размещается актуализированная информация о заболевших в стране и так называемая карта COVID-19 со статистикой заболевших по районам. А медучреждения стали использовать приложения, позволяющие вести виртуальный прием пациентов. В банковском секторе и других сферах, связанных с необходимостью идентификации личности, внедряются автоматизированные системы идентификации отпечатков пальцев с удаленным доступом или системы идентификации личности по лицу. Наибольший спрос на программное обеспечение и IT-услуги наблюдаются со стороны банковского сектора. В Перу 80% банковских услуг оказывают 4 банка. Это перуанские частные банки, кредитный банк Перу, банк со стороны горнодобывающей отрасли, здравоохранения, телемедицина, решения для фармацевтических компаний и со стороны энергетики и ритейла. Основные разработчики и поставщики программного обеспечения в Перу преимущественно являются иностранными, как я уже сказал ранее. И, как видите, на слайде большинство компаний происходят из США, Испании, других стран Евросоюза, а также латиноамериканских стран. Многие международные IT-компании имеют свои филиалы в Перу. Конкуренция со стороны перуанских компаний разработчиков программного обеспечения практически отсутствует. В Перу наблюдается нехватка квалифицированных кадров в этой сфере. Кроме того, отмечается слабое стратегическое планирование деятельности местными компаниями. Уровень пераста в сфере программного обеспечения оценивается в 60-70%, но отмечается, что в случае покупки лицензионного программного обеспечения перуанские потребители отдают предпочтение опции с ежемесячной абонентской платой, а не покупкой бессрочной лицензии. потребности государственных органов программного обеспечения и оборудования обеспечиваются на тендерной основе. Тендеры на поставку товаров и на оказание услуг публикуются в единой электронной системе государственных закупок СЕАСЭ. Например, мы на экране сделали выборку запросов в категории программное обеспечение софт за первые две недели октября. За этот период были опубликованы следующие тендеры. Вы видите, что есть и запросы на конкретное программное обеспечение, а также есть программное обеспечение по заданным характеристикам и запросы оборудования и консалтинговых услуг. Торпесты есть справочный материал по участию в госзакупках и по запросам заинтересованных российских компаний мы готовы его предоставить. Крупный инфраструктурный проект реализуется здесь в формате государственного частного партнерства с долей государства не превышающей, как правило, 10%. Такие тендеры публикуются на сайте агентства по привлечению иностранных частных инвестиций про инверсион. Например, на данный момент про инверсион опубликован тендер на использование указанных на слайде радиочастот для совершенствования системы связи в Перу. Инвестиционная стоимость проекта оценочно составляет 291 миллионов долларов США. Срок концессии 20 лет. Заказчиком выступает Министерство транспорта и связи Республики Перу. Также на сайте Министерства имеется информация о подготовке дополнительных тендеров на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц и о подготовке дополнительных 18 региональных проектов по подключению труднодоступных населенных пунктов в национальной оптоволоконной сети. Следует отметить, что для работы с госучреждениями или для участия гостендеров требуется постоянная полевая работа и лоббирование интересов компании. Для работы с горнодобывающими предприятиями, с банковскими, финансовыми и другими частными организациями необходимо знание особенностей их снабжения, а также знание испанского языка и наличие постоянного контакта с потенциальными клиентами. Это я подвожу к тому, что, по моему убеждению, начинать сотрудничество с Перу лучше всего с установлением партнерских отношений с местными профильными компаниями, хорошо понимающими специфику своего высококонкурентного рынка. В такой практике здесь придерживаются присутствующие на рынке иностранные IT-компании. На более позднем этапе можно рассматривать открытие представительства или фериала компании в Перу. А сейчас, наверное, будет правильно передать слово моему коллеге из Tech Global Олегу Арсеньеву, который не понаслышке знает особенности местного IT-рынка и может поделиться практическими наблюдениями на этот счет. А потом я расскажу коротко о деловом этикете и первых шагах по выходу на перуанский рынок. Олег, доброе утро, передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Доброе утро, Олег Сергеевич. Большое спасибо за подробное содержательное описание ключевых экономических показателей и характеристика IT-отрасли в Перу. Меня зовут Олег Арсеньев, я являюсь директором по продажам Tech Global в странах Владимирской Америки. Со своей стороны хотел бы немножко рассказать о нашем опыте и в целом восприятии IT-рынка в Перу для российских компаний, для российских решений. Я в целом довольно давно в той или иной степени работаю в телекоме, в IT-отрасли в Латинской Америке и последние пару лет занимаюсь продвижением российских решений на местной рынке, в том числе в Перу. В общем, что хотелось бы заметить. Как очень верно заметил Олег Сергеевич, практически все игроки местного IT-рынка это частные компании, при этом основными поставщиками программного обеспечения, оборудования, услуг являются крупные международные компании с корнями из США, из Европы, из Китая, ну, то есть все известные хорошо бренды Oracle, Microsoft, Huawei, Cisco и прочие. Также есть региональные игроки достаточно сильные, компании из Мексики, из Колумбии, из Бразилии. В целом в регионе даже для небольших компаний типично иметь офисы в соседних странах. То есть в целом много компаний, которые работают например в Перу, в Чили, Перу, в Падор, Колумбия, Боливия, то есть страны-соседи, они достаточно активно друг с другом взаимодействуют и решения, которые успешно используются в одних странах, они плавно перетекают в страны-соседи. При этом местные компании, как правило, занимаются интеграцией, интеграцией импортных решений и оборудования для непосредственно перуанских заказчиков. Что касается рынка труда, то IT-специалисты хорошего уровня находятся в дефиците. Действительно находятся в основном это те специалисты, которые учились либо в Европе, либо в США, хотя есть и доморощенные таланты. Как правило, все такие специалисты работают в частном секторе, в государственных компаниях, в министерствах в целом наблюдаются дефицит коллекционных кадров, из-за этого зачастую в техническом задании информация очень противоречивая. То есть его читаешь и видно, что как бы чего-то здесь не хватает. С точки зрения телекоммуникационной инфраструктуры идет развитие сетей связи, действительно строится активно оптоволокно, но в удаленных областях, в малонаселенных районах существует и проблема о последней миле, существует проблема оптоволокна. Дело в том, что коммерчески они не привлекательны для компаний, а регулятору достаточно трудно заставлять консессионеров оперативно разводить области. То есть это делается, но делается не так быстро, как хотелось. В связи с этим в период пандемии вопросы дистанционного образования телемедицины достаточно сложно реализуются. Как заметил торговый представитель, зачастую это проводится видеорадио или телевизионных передач. В целом, что касается спроса, то мы наблюдаем спрос найти решение в области так называемого безопасного города. То есть это решение, связанное с безопасностью на улицах, с контролем миграции, потому что достаточно много мигрантов из соседних стран. Зачастую это связано с криминалом. Есть в Лиме существенные проблемы с транспортом, с пробками, поэтому решение, контроль, оптимизация транспорта тоже есть на них определенный спрос. Также есть спрос на решение в социальной сфере, медицина, образование, но здесь есть определенные нюансы. В частности, если говорить про социальные проекты, которые занимаются государства, то зачастую государство выделяет бюджеты не на IT специально, отдельно, а на некие конкретные проекты под ключ, которые реализуются на условиях концессии. То есть это может включать и стройку, и еще и финансирование всего этого проекта на длительный срок, что, соответственно, достаточно сложнее для компаний, которые занимаются учительными программами с печеньем, например, участие в таких проектах. При этом, если мы предлагаем какие-то точечные, конкретные, небольшие решения государственной структуры, то зачастую заказчик предлагает начальный этап делать в виде либо бесплатного пилота, либо в виде в принципе донейшен. То есть у нас был пример, когда мы приходили с различными интересными проектами Министерства здравоохранения, и они нам честно сказали, что было бы здорово, если бы мы смогли сделать донейшен и таким образом инициировать взаимодействие наших организаций. При этом стоит заметить, что иностранные компании, иностранные конкуренты, они делают подобные подарки, пилоты, то есть немецкие, корейские, китайские компании, даже некоторые американские компании, они реализуют подобные бесплатные пилоты, а коммерческой успешности в конечном счете это сказать ничего не могу, но такая практика у них присутствует. В Перу существует для государственных компаний механизм госзакупок, про который Олег Сергеевич упомянул, в некоторых этих закупок могут участвовать даже иностранные компании, для этого нужно регистрироваться в реестре, вот здесь возникает достаточно много таких интересных сложностей, то есть необходимо назначить какого-то местного представителя, иметь местный адрес, также требуется готовить достаточно серьезный пакет документов, плюс он должен готовиться на испанском языке, естественно, то есть если это перевод с русского языка, то он необходим, необходимо его соответствующим образом заверять, плюс для реализации проектов необходимо выдавать банковские гарантии выполнения договора, при этом с гарантиями тоже есть интересный нюанс, государственные структуры, они принимают гарантии только из определенных банков, то есть это определенный список перуанских банков и определенный список международных банков с достаточно высоким рейтингом, поэтому если пытаться делать это из России с российским банком партнером, то это достаточно сложная процедура какой-то треангуляции с международным банком. Есть интересная возможность предложения продуктов в местные органы власти, но специфика страны в том, что местные органы власти, как правило, это небольшие муниципалитеты, то есть это по нашим меркам это, наверное, что-то типа префектуры. И, собственно, им требуются системы и видеонаблюдения с какой-то видеоаналитикой, при этом каждая из таких префектур, она делает свою систему самостоятельно, то есть камеры принадлежат ей видеокамерам. Соответственно, другая префектура, она может использовать совершенно другое программное печенье, совершенно другие системы, и договориться они друг с другом не могут, зачастую просто даже по политическим мотивам, потому что если они, например, из противополистующих партий, то мэры вот этих муниципалитетов просто не станут принципиально договариваться. При этом появляется специфика, что объем продаж в этот муниципалитет, он небольшой, то есть это небольшие маленькие продажи с достаточно ограниченным бюджетом. При этом для участия в таких тендерах безусловно необходим некий локальный партнер, потому что заниматься такими продажами из России практически невозможно. И что касается процесса, если мы говорим про государственных заказчиков, то, как правило, основные процессы проходят до непосредственного объявления тендера. То есть, как правило, IT-менеджер, он выбирает решение, он проводит все необходимые демонстрации, презентации всем заинтересованным лицам в организации, в муниципалитете или же в каком-то другом государственном органе. И после того, как, в принципе, понятно, какое решение более-менее удовлетворяет потребностям, организуется, собственно, тендер. Поэтому достаточно важно суметь попасть на процесс продажи, процесс покупки до того, как этот тендер уже физически объявлен, потому что необходимо техническое задание, чтобы было подготовлено таким образом, чтобы ваш продукт удовлетворял всем тем требованиям, которые будут в конечном счете опубликованы. Мы, в принципе, столкнулись с такой проблемой, что вот этот конкурс, он в конечном счете должен быть отыгран местным интеграторам, местным партнерам, он должен будет подготовить весь необходимый документ оборот, получить деньги в национальной валюте и потом каким-то образом перевести эти деньги нам, как поставщику программного обеспечения. здесь нужно быть внимательными, потому что местные интеграторы, они кроме российских решений могут представлять и решения других партнеров других компаний, соответственно, для того, чтобы не возникало каких-то сложностей, здесь нужно быть уверенным в своих партнерах, с которыми работают. В точке зрения коммерческих компаний, то наибольший спрос к IT-продуктам по нашим ощущениям выражают банки, телекоммуникационные компании, но они сами по себе частные, международные, у них достаточно много всего уже есть, они очень хорошо разбираются в теме, и плюс можно достаточно подробно анализировать законодательство, особенно если мы говорим про банковскую сферу, потому что зачастую некоторые процессы, которые происходят у нас, они происходят в других странах по-иному. Тут есть определенная специфика. При этом для коммерческих компаний важно достаточно оперативно проводить демонстрации, отвечать оперативно на их вопросы, обеспечивать техническую поддержку и в целом быть рядом. Коммерческие компании очень интересуются референсами, референсами в регионе, то есть если у вас есть какое-то решение, которое вы внедрили в какую-то другую страну Латинской Америки, это значительный плюс. И плюс ко всему важно, чтобы у заказчика было ощущение того, что вы находитесь рядом. То есть это либо какой-то локальный партнер действительно, либо это офис, идеально было бы наличие офиса, либо в стране, либо хотя бы в регионе. И какая-то история нахождения этого офиса. также сейчас достаточно серьезный интерес появляется к интернету вещей, то есть это такой новый рынок, который появляется в стране. Есть интерес, но на мой взгляд нужны некие решения под ключ, потому что зачастую нет четкого понимания у заказчиков и собственно специалистов на той стороне, что и как может работать. мы столкнулись с тем, что мы предлагаем определенные достаточно мощные IoT платформы, но заказчик не до конца понимает всю мощь и пытается использовать ее для каких-то совершенно таких элементарных вещей, не применяя действительно к тому, к чему это можно было бы применить наиболее эффективно и создавать действительно такого эффекта. Несколько слов хотел сказать о восприятии российского IT в Перу. К сожалению, российские IT-технологии практически неизвестны на местном рынке. Я думаю, что только продукты Касперского известны, их используют на самом деле достаточно активно. При этом нет какого-то предубеждения против российских решений. Более того, есть достаточно серьезный интерес, то есть большим интересом откликаются и специалисты технические и в принципе даже люди, принимающие решения, то есть больше такие уже управленцы, политические фигуры с интересом встречаются и обсуждают, какие решения есть у нас, какой у нас есть опыт в России. При этом зачастую есть ожидание того, что у нас какие-то есть волшебные решения. Здесь очень важно управлять ожиданиями. При этом очень важно нам четко позиционировать наше отличие от конкурентов, то есть объяснять, чем мы лучше каких-то аналогов из США, из Израиля, из Европы. И один из возможных форматов это конечно же наличие какого-то обученного представителя, который сможет оказывать техническую поддержку на месте. При этом зачастую местный представитель видит нас как одного из поставщиков, то есть грубо говоря есть местный интегратор, у которого есть портфель определенных решений, и он дополнительно к своему портфелю хочет еще что-то. И в данном случае очень важно ему объяснить, чем мы отличаемся, чем мы лучше, и почему мы можем заместить какой-то из продуктов, которые он использует. При этом хотел еще заметить, что по нашему опыту есть определенный ряд предпринимателей на рынке, которые предлагают за определенную плату, за зарплату продвигать практически любые решения, при этом практически не давая никаких гарантий эффективности, поэтому здесь нужно иметь это достаточно трезво анализировать те предложения, которые вы слышите, понимать, что есть определенные культурные особенности в стране, и стараться работать именно с теми партнерами, которые смогут обеспечить результат для вашего продукта. С точки зрения IT-рынка и каких-то наверное особенностей перуанских, я думаю, что все с моей части, я думаю, что Олег Сергеевич можем продолжить по нашему плану. По поводу культуры. Олег, очень ценная и полезная информация, очень такие точные наблюдения о рынке, о том, что компаниям обязательно требуется проводник в лице интегратора, дистрибьютора или просто представителя. Это просто необходимость в наших условиях удаленности от Перу, разности в языковом, в страновом менталитете. Вот, наверное, сейчас я немножко расскажу в целом о культурных особенностях и деловом этикете, а уже Олег, вы там сможете рассказать тоже свои наблюдения практические, которые дополны картину. Для Перу, как в целом и для латиноамериканской деловой культуры необходим личный контакт для установления отношений сотрудничества, особенно на начальной фазе установления таких отношений. Сейчас, наверное, это можно делать дистанционно, но без какого-то живого общения наладить партнерские отношения будет невозможно с Перу. А уже по завершению ограничений на полеты обязательно надо приезжать в страну и встречаться с потенциальными партнерами, выбирать, договариваться об условиях. Из национальных особенностей можно отметить соблюдение норм делового протокола, деловой дресс-код, постепенный переход в бизнесе к неформальному общению, уважительное отношение к пунктуальности и исполнительности партнеров, хотя иногда сами перуанцы допускают небольшое опоздание на деловые встречи. Очень важным моментом является, конечно же, знание языка. Потому что язык делового общения это испанский. Деловая переписка, тем не менее, может вестись на испанском или английском языке, но когда мы говорим о технических переговорах или более подробных, то это, конечно, обязательно испанский язык. Для поиска перуанских партнеров и продвижения продукции в Перу лучше всего наступать по всем направлениям. Помимо обзаведения партнерами нужно использовать потенциал выставок. Если мы говорим об IT-сфере, то на слайде вы видите две основные профильные выставки, которые называются Экспотик и Экспотек. Экспотик организует торговая палата Лимы. это ассоциация, объединяющая более 15 тысяч участников малого и среднего бизнеса. В этом году она была отменена и в следующем году будет проведена в районе августа июля. Экспотек организует компания Перу ТВ радиус и пройдет она виртуальном формате, как вы видите, с 3 по 30 ноября. Кроме того, обязательно нужно использовать ресурсы размещения рекламы своей продукции в специализированных печатных и виртуальных изданиях. Вы видите некоторые из профильных перуанских специализированных изданий, это первые три, и последний это журнал в сфере горной добычи, в котором тоже размещается информация по программному обеспечению и продуктам из сферы информационно-коммуникационных технологий для горнодобывающей промышленности. Также для поиска партнеров можно использовать деловые ассоциации. Вы видите некоторые из них, это есть и профильные специализированные ассоциации по IT-рынку, и есть профильные комитеты в многоотраслевых ассоциациях, таких как, например, торговая палата Лимы или Национальная конфедерация частных деловых организаций Конфея, А также часто размещают информацию о своей продукции на электронных торговых площадках. Здесь они очень популярны для продвижения продукции. Одна из них, вот видите, пятая, это площадка с русскоязычным интерфейсом, которая только раскручивается. Но изначально это был проект российско-перуанский B2B Marketplace. Также участвовать в бизнес-миссиях и организовать отдельные поездки в страну тоже представляется очень важным для организации контакта. Бизнес-миссии это специализированный такой проект, в который можно привлечь все компании из данной отрасли. Торпедство готово оказывать содействие российским компаниям в подборе потенциальных контрагентов и налаживание контакта с ними. Также в организации встреч, даже виртуальных, у нас есть накопленный опыт и база данных перуанского бизнеса. Не буду называть конкретные примеры сотрудничества компаний, чтобы не вызывать внутреннюю конкуренцию. На этом, наверное, передам снова опять вам, Олег. Знаю, что вам есть много что рассказать об особенностях перуанского делового менталитета и о своем опыте взаимодействия с перуанским бизнесом. Если будут какие-то вопросы, я вижу их много. Я думаю, что сейчас, после того, как Олег ответит, мы обязательно ответим на эти вопросы, на что смогу я отвечу, на что, может быть, Олег добавит. Но в любом случае, всегда торпез готовы для диалога, готовы оказать содействие по любым вопросам в рамках нашей компетенции. Олег, передаю слово. Спасибо большое, Олег Сергеевич. Очень интересная познавательная информация по поводу мероприятий, ближайших, которые будут проходить, и, соответственно, этих организаций. Я думаю, что действительно это может быть хорошим таким первым шагом для многих наших российских компаний, проанализировать, собственно, какие есть площадки, какие есть возможности. Со своей стороны хотел рассказать немножко о своем опыте и восприятии культурных особенностей Перу, ну и в целом Латинской Америки. Что хочу отметить, что в целом очень доброжелательные люди, очень положительно относятся к России, и при этом про Россию мало что знают. Знают в основном про водку, спрашивают много, но для них это больше такая какая-то далекая большая страна. Сейчас тем, конечно, стало больше, то есть можно еще сейчас обсуждать с ними путешествия перуанцев в Саранск и обратно, поскольку они играли в Саранске на чемпионате мира по футболу, это такая достаточно интересная теперь тема, теперь много перуанцев знают про Саранск. И в целом им интересно работать с иностранцами, с иностранными компаниями, это повышает их статус внутри своего комьюнити, своего сообщества. При этом для каких-то бизнес-эффектов на мой взгляд очень важно иметь каких-то сотрудников, которые могут объяснять и говорить на испанском языке. Можно действительно использовать переводчиков, но, к сожалению, зачастую качество перевода не очень хорошее, особенно если идет какой-то специализированный диалог по поводу IT-тематики, это очень тяжело. Я поскольку понимаю, иногда присутствую на встречах, когда приходится просто переводить самостоятельно, потому что с переводчиком не получается. Либо переводчик должен быть хорошо приготовлен. При этом опять же для продвижения продукта необходимо иметь презентации на испанском языке. При этом презентации должны быть достаточно красочные с картинками. Здесь есть тоже такое восприятие, что мы люди с северной страны зачастую у нас презентации очень строгие. То есть для латиноамериканских стран можно делать их более такими веселыми и развлекательными. Демонстрационные примеры, какие-то демоинтерфейс тоже должны быть желательно на испанском языке. Для некоторых решений, которые показывают специальным инженерам, которые в принципе должны понимать английский, например, в сфере кибербезопасности, нормально демонстрационные примеры делать английский. но если конечным пользователем является какой-то оператор, аналитик, то очень важно использование испанского интерфейса, это значительно повышает шансы на успех. Из еще такого элемента культурного, наверное, это необходимость заказчику или партнеру иметь возможность потрогать руками что-то, то есть как-то попробовать самому этим попользоваться, потому что просто презентациями сложно объяснить, потому что зачастую тема, которую мы объясняем, она в целом не очень понятна, то есть она такая в сфере информационной технологии сложная. Когда же это можно попробовать, то это как-то создает понимание и улучшает этого эффект от нового продукта. еще такой важный элемент для наших российских представителей это необходимость улыбаться. Я просто столкнулся с тем, что когда переходишь на более неформальное общение, люди спрашивают ты сердишься или ты чем-то недоволен, а это связано именно с тем, что мы живя в северной стране, мы просто эмоции не выражаем так, как их выражают латиноамериканцы. И они иногда это просто могут неправильно трактовать, поэтому здесь нужно делать над собой усилия и демонстрировать, что вам нравится то, что с вами происходит, как-то улыбаться. Еще есть одна такая традиция у них это обниматься и целоваться, особенно с противоположным полом, то есть у некоторых стран Америки даже с тем же полом, но в Перу более традиционно, к этому достаточно быстро привыкаешь, этого не надо бояться, это просто формальность и это просто некий элемент такого этикета, причем он не всегда есть, здесь надо четко понять, будет это происходить там или нет. Еще из деловой практики используются активно деловые обеды или ужины, то есть это такая нормальная бизнес-практика, когда после переговоров или вместо переговоров проводится эта встреча за столом, при этом зачастую на такие мероприятия могут приглашаться какие-то специальные либо лица принимающие решения, либо какие-то влияющие люди на решения, какие-то политики могут приходить, с которыми тоже можно обсуждать какие-то вопросы. Еще из таких интересных культурных нюансов, когда мы начинаем работать с партнерами и партнеры начинают выполнять по нашим поручениям какие-то задачи, связанные со встречами, с клиентами, с проведением каких-то презентаций и прочее, возникает потребность в компенсации им расходов например на бензин. есть такая проблема в целом в Латинской Америке, что люди используют свой личный транспорт, они тратят деньги на бензин и пока у них нет какого-то результата, пока они не получают зарплату, они начинают хотеть, чтобы вы это компенсировали. Здесь на самом деле вопрос переговоров. Я лично в своей практике стараюсь этого избегать, потому что это очень усложняет процессы, но я знаю, что некоторые это делают и добиваются каких-то результатов. И еще из таких важных культурных особенностей, что влияет на восприятие наших продуктов и наших намерений, это наличие офиса где-то в регионе или хотя бы локального представителя, и если он есть, то сколько времени. Потому что видимо существует некая история того, какие-то компании приходят, что-то продают и достаточно быстро уходят. И для того, чтобы обезопасить себя, компания, партнеры местные, они хотят понимать серьезность намерений нового игрока и собственно наличие какого-то офиса, оно им это демонстрирует. Я знаю, что многие российские компании, которые пытаются выходить на рынок Латинской Америки, они приходят к тому, что необходимо открывать офис. Правда, открыть офис не гарантирует вам, что у вас будет все прекрасно, но как минимум приблизит вас к цели. И хотелось еще сказать несколько слов по поводу стратегии продвижения какого-то продукта, решения. в принципе стратегии универсальной нет, потому что у каждого свои продукты со своими особенностями. Но я думаю, что важно просто отметить какие-то пункты, такие ключевые, которые при выходе на внешний рынок, ну и наверное в Перу безусловно нужно понимать. То есть это кто является целевым заказчиком, то есть это какие компании, какие отрасли, какие конкретные люди принимающие решения. При этом очень важно проанализировать конкурентов на этом рынке, потому что нужно понимать собственно с кем вы там столкнетесь и нужно понимать собственно ценовое предложение, потому что вторым вопросом на самом деле во всех деловых переговорах в Латинской Америке спрашивают сколько стоит. И надо понимать, что у многих международных игроков ценовая политика на Латинскую Америку она отличается от ценовой политики например на Западную Европу или на Россию. Поэтому там цены могут отличаться от тех, к которым привыкли мы здесь на те же самые продукты. Поэтому здесь нужно проанализировать в какую ценовую категорию мы ориентируемся и какое у нас предложение для конечного заказчика. Для этого наверное имеет смысл пообщаться с рынком, то есть возможно поучаствовать в каких-то мероприятиях, в каких-то бизнес-миссиях, поговорить с потенциальными партнерами, с клиентами с потенциальными. Очень важно подготовить материалы правильно, презентации, демонстрации. Если есть возможность сделать видео для демонстрации, мне кажется, что это такой был бы правильный инструмент. То есть просто видеоролик демонстрирующий, как работает ваш продукт, его преимущества. Под это вы можете подложить сразу несколько дорожек на разных языках. И это очень простой инструмент, достаточно универсальный, который помогает достаточно быстро объяснить заказчику, партнеру, что и как с этим делать. При этом здесь даже не нужно сильно привлекать ваши ресурсы. Здесь еще надо учитывать, что у нас же разница во времени с Перу сейчас, по-моему, в 8 часов. И на самом деле слот временной, когда мы можем проводить, например, презентацию из России туда, он достаточно ограничен. Поэтому материалы, которые мы готовим, они должны быть как можно более объемлющими, чтобы вопросы, как можно меньше вопросов возникало, они были уже конкретные по теме. Очень важно также подготовить ценовую стратегию, то есть не просто конечную цену заказчика, но нужно понимать, сколько будет получать местный партнер, если он вам помогает, сколько какие-то другие участники процесса могут получать, потому что есть определенные бизнес-проки, которые там сложились, то есть если локальный местный партнер является дистрибутором условного циска, он примерно представляет, сколько процентов он получает с циска, если вы заходите с аналогичным продуктом, то он рассчитывает на примерно аналогичный процент этого товара, если вы говорите ему, что он получит меньше, то у него соответственно нет какого-то особого интереса его продвигать, и поэтому вы не сможете получить доступ к его клиентам. Если же вы уходите напрямую на заказчика, то здесь опять же надо понимать, что если в конечном счете вы будете отыгрывать от какого-то местного партнера, то он тоже должен что-то при этом заработать, какое-то такое видение этой модели должно быть. Важно, мы уже несколько раз про это сказали, найти правильного партнера, возможно нескольких партнеров. Есть разные способы искать партнеров, то есть можно использовать какие-то компании, которые играют на рынке и уже какую-то занимают нишу, можно пытаться искать каких-то локальных представителей просто, которые понимают в этой отрасли, можно искать какими-то другими способами, то есть это тоже зависит от продукта, опять же, от стратегии продвижения. И очень важно на самом деле на всех этих этапах все контролировать, со стороны, с российской стороны, и управлять ожиданиями заказчиков, чтобы потом не возникало ситуации, когда вроде как столько всего пообещали, в итоге ничего не получилось, потому что создается такой достаточно серьезный негатив и предубеждение о взаимодействии. когда первый и второй блин получаются команды. Здесь нужно очень четко вот эти первые шаги делать так, чтобы все в конеч счете получилось хорошо. Мы со своей стороны, как тех глобал, мы готовы помогать и в продвижении, и в продажах. Мы в ближайшее время планируем проведение бизнес-миссий. Поэтому обращайтесь к любым вопросам по Латинской Америке ко мне, по другим странам у нас есть другие специалисты. Сейчас, наверное, нужно много вопросов нам нападало. Наверное, можем перейти к этой части. Своей стороны, спасибо большое за ваше внимание. Игорь, наверное, ты нам поможешь когда с ответами на вопросы. Спасибо большое за ваше выступление. Очень было интересно. Теперь я понимаю, почему Олег больше всех улыбается в нашей компании, потому что он работает с Латинской Америкой. Да, и правильно Олег подметил, что лучший партнер это Те Глобал, он же Росфаку Инвест, поэтому вы уже поняли, что Олег у нас суперэксперт, и, соответственно, есть другой Олег, с которым он тоже работает, и, соответственно, смогут продвинуть ваше решение на данную страну на данный рынок. Давайте немножко пробежимся по вопросам. Вот Денис, я так понимаю, почему-то сидит под моим именем. Хочу сказать, что немножко опоздали, поэтому вопросы по операторам, по интернету были в начале вебинара. Олег хорошо раскрыл, и, соответственно, презентации обязательно поделятся, и запись у нас будет также на Ютубе, поэтому сможете посмотреть первую часть. Так, немножко по вопросам. Хотелось бы узнать, как на данный момент вперед развивается сегмент беспилотных авиационных систем. Коллеги, сможете прокомментировать? Да, конечно, я готов подключиться сейчас к ответу на вопросы, но я думаю, что надо с Олегом в режиме диалога, наверное, отвечать на все вопросы, потому что мы будем друг друга дополнять. Наверное, очень подробно я на этот вопрос отвечал, у нас есть в соцсети, на Facebook, в частности, есть рубрика Минпромторга России, вопрос торпеду, и там был такой вопрос, очень подробно со статистикой отвечал, что около 2019 году импорт беспилотных аппаратов в Перу составил более полтора миллиона долларов США, в основном это поставщики из Китая, Швеции, США, но есть и в стране представительство российской компании, то есть в принципе спрос есть, готовы помочь с контактами, но очень важна в любом продвижении российской продукции, будь то IT-технологии, либо оборудование, очень важна активная позиция самой компании, а не просто запустить вопрос, и потом оставить его на самотек, очень действительно правильно сказал Олег, что нужно контролировать, я бы даже сказал, что нужно направлять своих перуанских партнеров, потому что часто бывают и обиды, и претензии, что оставили, а потом просто требуют продажи, они привыкли работать больше с западным миром, и менталитет у них именно такой, как правильно сказал Олег, что очень важно предусмотреть возможно безвозмездные поставки в начале, чтобы привести образцы, понятно, что это очень дорого, что это далеко, но может быть и видеодемонстрации, да, они действительно здесь помогают, у нас в соцсетях мы периодически публикуем ролики, и они пользуются популярностью, особенно если это красочные демонстративные ролики, вот наверное так, я ответил бы на этот вопрос, более подробную информацию мы готовы тоже по запросу, если направите нам на электронную почту, мы и контакты направим всех компаний, которые есть на рынке, и импортеров, и думаю, что можно поработать в таком ключе. Спасибо, Олег. Дайте я дополню, коллеги, на самом деле действительно сегмент развивается, то есть есть определенный спрос в различных отраслях, и здесь есть поле для того, чтобы что-то предлагать, но здесь сразу не уникает вопрос, что необходимы какие-то будут демонстрационные образцы, которые нужно будет завести и показывать, потому что каким образом в таких ситуациях у нас происходит диалог с перуанскими партнерами, мы им говорим, что вот у нас есть такая классная система, они говорят, окей, привезите, покажите, потому что вот у нас есть там какие-нибудь корейские, американские, вот они вот нам завезли три чего-то там и показывают, то есть если у российской компании есть действительно активная позиция, есть серьезный интерес, они готовы привезти хотя бы на выставку, а лучше на какой-то трай, может быть, трай-энд-бай подобной системы, то можно все это показывать, нужно понимать для чего, какая отрасль, какое прикладное решение, потому что если это, например, дроны для агропромышленности, наверное, это один расклад, если это для каких-нибудь геологоразведки, то это другая история, то здесь нужно достаточно четко понимать для чего это наш продукт и, соответственно, его туда продвигать. Спасибо, Олег. У меня еще просьба будет написать в чат тоже свои контакты, потому что тут вопросы были, хотят пообщаться потом после вебинара. Следующий у нас вопрос посвященный актуальной теме по ковиду. Как происходит вообще сбор данных по госпитализациям, по какому учету, есть ли какая-то автоматизированная система именно по болезни, вообще как система это устроена, но если есть информация, есть ли какое-то может быть решение программное у властей. Сначала я скажу, что я только что направил адрес электронной почты, на которую могут прислать обращения, и уже оттуда мы будем исходить, в каком формате будем общаться, там телефон, зум или это соцсети. По поводу решений по сбору данных по ковиду, я говорил, что есть портал, который называется CiscoVit19, управление в составе Минздрава Перу, которое занимается именно сбором данных, и даже есть информация, что была введена система контроля за больными с помощью мобильных приложений и их нахождение, отслеживание по GPS, но на практике я знаю, что, ну, не уверен, что это соблюдается на 100%, так как это работает у нас. Да, и информация, которая в основном публикуется на порталах, это количество заболевших, количество сделанных тестов, количество смертных случаев, это в основном что включает в себя статистика, есть и также приложение, в котором видно карту города, Лимы, страны, по которой точками отмечено количество заболевших. То есть вот такая работа проводится, сбор данных проводится централизованно через Минздрав, есть подведомственная Минздрава организация по обязательному медицинскому страхованию, которая называется Эс-Салют, есть частные клиники, все они работают под единым началом концепции Минздрава Перу, так что здесь я проблем не вижу по поводу сбора данных, но если есть какие-то предложения, мы всегда готовы, мы сотрудничаем с Минздравом, с департаментом по международному техническому сотрудничеству, готовы передать информацию, единственное, что сейчас, конечно, их завалили предложениями, у нас есть пару обращений к ним, где мы предлагаем им провести презентацию продукции российских компаний с тем, чтобы собрать всех специалистов многих медицинских учреждений, но вот уже около месяца не можем добиться от них отъюта, потому что говорят, что просто работают на износ, что называется. Олег, если есть что-то добавить против бога. Я, честно говоря, поскольку нахожусь здесь, мне сложно прокомментировать, как сейчас происходит сбор данных по COVID-19, потому что тема сложная, каждая сторона сама оказалась наедине с этой проблемой в начале года, в марте, наверное, и, в общем-то, все боролись с этим как-то по-своему, честно говоря, не могу прокомментировать, как первое это было сделано. Ну да, и, скорее всего, сейчас немножко недовнедрение каких-то там решений, да, глобальных, которые... Скорее всего, ну, я, опять же, могу только предположить, что какие-то реализовывались проекты в быстром формате, то есть нужно было сделать какое-то приложение, а не вот дело-то, потому что по моему опыту работы с госзакупками в Перу, как бы быстро что-то закупить это невозможно, а там нужно было делать все быстро, а поэтому какие-то были ворка раунда, скорее всего. Маленький комментарий тоже, то, что вот это все быстро, это, наверное, общее правило, хотя существует мнение, что в Латинской Америке все маняно, все медленно, но что касается бизнеса, в основном это всегда авралы, и все тендеры, да, объявляются там за неделю, за две недели до объявления уже окончательных результатов, поэтому действительно, чтобы быть на рынке, чтобы участвовать полноценно во всех этих процессах, нужно присутствие, пускай дистанционно через представителей, это несколько представителей, но это уже у нас красной нитью проходит по этому выпуску, что в этих условиях это просто обязательное, неотъемлемое условие. От себя хочу добавить, что авралы бывают по двум причинам, одни авралы реальные, когда действительно что-то произошло, и нужно что-то срочное, а вторые авралы, они на самом деле такие искусственные, на самом деле просто был подготовлен конкурс там под кого-то, и не нужно долгое время, чтобы кто-то там, не дай бог, что-то такое прислал, поэтому он просто проводится оперативно. Понятно. Давайте дальше. Да, следующий блок посвящен по информационной безопасности, какой вообще есть какой-то регулятор государственный в этой области, есть какие-то правила по обработке персональных данных, ну и все, что с этим касается госуслуги, вы сказали, что уже есть, как там защищаются перс-данные, есть вообще какие-то законы, посвященные этому блоку? Конечно, вот тогда начну с последнего, что законов защиты персональных данных гарантируется Конституцией и несколькими федеральными законами, есть и Национальный реестр защиты персональных данных, которые отслеживают случаи нарушения, штрафуют компании. Вот, если есть необходимость, тоже готовы над этим подробно поработать, возвращаясь к первой части, то, наверное, регулятором в этой сфере является, как же говорил ранее, секретариат цифрового правительства, секретария де губернат дегубернат дихиталь, которые вырабатывают и политику, и публикуют обзоры по информационной безопасности, и каково отношение потребителей, перуанских потребителей к информационной безопасности, наверное, лучше скажет Олег, потому что я знаю, что отрабатывался этот вопрос, проводили встречи с секретариатом цифрового правительства, и уже, наверное, тут так как правильно заметил Олег, что здесь очень сильной автономией обладают муниципальные органы, то есть в одном городе могут быть несколько районов, и каждый район принимает отдельное решение, имеет для себя отдельную систему, не связанную с общей городской системой и безопасности, и камер, и даже вырабатывают свои законодательные какие-то нормы по правилам дорожного движения и по другим вопросам. Если есть что-то добавить? Да, ну, смотрите, что касается в целом отношения информационной безопасности в стране, то здесь оно по-разному зависит от отрасли, наверное, то есть есть некоторые те же самые муниципалитеты, у них просто нет четкого понимания опасности зачастую, что информационная безопасность нужна, то есть они не воспринимают свою инфраструктуру сильно критически. При этом есть, например, банковский сектор, в котором есть определенные процедуры, по которым обязательно наличие соответствующих систем, регулярный аудит и так далее, и так далее. потребность она есть на рынке Латинской Америки в целом решения по информационной безопасности, но здесь достаточно серьезная идет конкуренция с американскими решениями, с израильскими решениями, с даже с некоторыми латиноамериканскими решениями в этой сфере, и к сожалению, наши решения, российские решения просто перуанские не знают. А когда они их не знают, они видят каких-то примеров региональных, им зачастую сложно принять решения и начать их использовать. Поэтому здесь с моей точки зрения это очень перспективный рынок для российских решений, потому что действительно в этой сфере у России много есть что показать, что объявить. Мы сейчас прикрываемся флагом Расперского и говорим, что у нас еще такого много всего. Это бизнес-практики, которую мы используем. Но в целом это очень потенциально интересное направление, но каких-то таких больших успехов в точке российского IT там я сейчас не могу. Хотя в принципе спрос есть и для дома, для государства, ну и в банковском секторе безусловно оно востребовано. По госуслугам тоже хотел бы добавить, что на самом деле сейчас информации нету, какие технологии используются, но что можно прокомментировать, что все такие решения они что называется заказываются и реализуются под ключ, то есть нужны интеграторы. Зайти с каким-то частичным решением это будет очень сложно, потому что придется договариваться с компанией, с той частой компанией, которая выиграла этот тендер, который проводит генеральный подряд и кого она выберет, это уже зависит от них, и не факт, что это будет выгодное и технически более совершенное предложение, скорее всего она выберет кого-то, с кем уже сложились отношения партнерские, вот, поэтому здесь, конечно, очень важно работать не только с местными партнерами, да, ну и также выходить на таких интеграторов этих решений на местных, ну и создавать свои структуры, может быть, вот в этом плане Техглобал и сможет интегрировать российские компании, выступать единой компанией, компанией, которая будет представлять сразу множество решений в сфере информационной безопасности, информационной технологии, госуслуг, я знаю, что есть такие пакетные предложения у Техглобала, давайте тоже ваше видео размещать, нам хотелось бы стать таким оператором различных решений, здесь есть нюанс, действительно, многие заказчики, они воспринимают информационную безопасность, это как дополнение к услуге предоставления доступа интернету ШПД, и, соответственно, те телекоммуникационные провайдеры или интеграторы, которые поставляют эти услуги, они, соответственно, и дополнительно ставят собственное решение по информационной безопасности, поэтому они работают с какими-то партнерами, с которыми выстроены у них уже отношения, а вот, собственно, эти продукты они и поставляют, в зависимости от потребностей, может быть, цисковский продукт, какой-нибудь чекпоинт, фортины, и прочее, прочее, поэтому нам необходимо российским решением как-то себя закрепить на рынке, то есть, наверное, по каких-то выставкам поучаствовать, показать, что ему не хуже, и дальше, соответственно, войти в портфель тех продуктов, которые знают местные заказчики и не боятся использовать. Это с одной стороны. С другой стороны, все телекоммуникационные компании в стране, они, опять же, частные, и, насколько я понимаю, вопрос информационной безопасности страны как отдельно взятого организма, его сейчас трудно реализовать. Каких-то комплексных решений типа нашей госсорки их в настоящий момент в Перу нет. Хотя есть проекты по какому-то серту централизованному. Но это отдельная глубокая тема. Как в целом в Латинской Америке они это воспринимают и что туда можно предлагать как. Я думаю, что более детально это как-то в оффлайне уже встречаться с заинтересованными компаниями и обсуждать детали. Следующий вопрос от Анатолия Викцинина. Насколько востребованы высокотехнологичные IT-продукты например для создания цифровых двойников и компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование знаю и Анатолия принимал участие в выставке горнодобывающей промышленности. Интерес был очень большой продукции компании. Но потом опять из-за расстояния каким-то образом контакты потерялись без пандемии. Сейчас я знаю, что опять восстанавливает свое присутствие компания даже обзавелась местными контрагентами, которые помогают в продвижении. Я думаю, что это правильная стратегия развития. Действительно продукты востребованы. Об этом вы сами убедились на выставке, что есть спрос в горнодобывающей промышленности, в строительстве. здесь необходим контакт со строительными компаниями. Что касается цифровых двойников, я так понимаю, что это тоже связано с компьютером моделированием, хотя могу ошибаться. Я знаю, что это за тема, я могу прокомментировать, это тоже применимо в горнодобывающей промышленности и в других историях. На самом деле тема интересная, то есть востребованность есть и в горнодобывающей промышленности. я буквально недавно проводил несколько встреч, они, правда, были не по Перу, они были по Чили, но там многие компании, которые работают в Чили, они работают и в Перу, ну и плюс-минус вся вот эта горнодобывающая историческая. Она, я думаю, что достаточно многообещающая. Здесь нужно упирать на то, какую выгоду подобные технологии приносят конечному заказчику. Если мы говорим горнодобывающей компании, что она на такой-то процент денег сэкономит свои затраты, то это дает очень серьезный результат. Я показывал презентацию просто с примерными цифрами, сколько можно сэкономить на использовании цифровых двойников, сколько можно на автоматизации, на роботизации всей вот этой шахты. И с одной стороны показываешь 5, 7, 9, 15 процентов, а с другой стороны люди знают, сколько вообще стоит все это хозяйство. Сколько они могут, если они сэкономят 10 процентов на экономии бензина, сколько это в деньгах. горючего, а сколько это в деньгах, то это дает очень серьезный эффект и увеличивает интерес. Поэтому я думаю, что да, но здесь, что касается горнодобывающей отрасли, то тут есть такой нюанс, что горнодобывающая отрасль, она как бы состоит из, принятие решения там состоит из двух центров. Один это офис, который находится условно в Лиме, другое, это собственно там где-то в полях далеко, где собственно идет добыча, и там есть какой-то технический директор, который руководит всем этим процессом. И ему для того, чтобы он принял решение, что да, это классно, ему нужно каким-то образом самому это пощупать и потрогать. Здесь нужно и к нему съездить, и в центральном офисе все это продемонстрировать, и желательно еще какой-нибудь пилот запилить. Третий центр это за рубежом. А, еще да, с компанией, которая принимает основные решения. Если это еще какая-нибудь канадская, американская или бразильская добывающая компания, и у нее просто здесь вот эта шахта, то еще появляется третий центр. То есть просто цикл продажи получается достаточно длинный. То есть надо понимать, что это значит вы серьезно входите, вы вкладываете какие-то ресурсы, вы верите в этот успех, вот. Ну и я думаю, что в целом, я честно говоря, думаю, что очень эта вся история перспективная, потому что действительно это помогает экономить, и мы здесь очень хорошо, что мы можем на российском области это рассказывать. И горнодобывающая промышленность этих стран прекрасно знает, что Россия также является одним из лидеров мировых горнодобывающих промышленностей. То есть я это проверял, действительно, да, они знают, что есть там какой-то полиметалл у нас, что у нас есть полюс золота и прочие русские алюминии, и прочее, прочее. Да, но тем не менее на рынке не присутствует никто, поэтому знание такое очень поверхностное. здесь нужно столкнуться, да, нужно быть готовым столкнуться с высокой конкуренцией. Я так понимаю, что у нас мы вышли очень сильно за временные рамки, потому что надо уже быстро пробежаться по вопросам и ответам. Я вот предлагаю, там ритейл, есть банковская розница, насколько развиваются местные глобальные сети. У нас есть справка по этому поводу, поживает и развивается очень хорошо. Есть крупные игроки на этом рынке, да, причем и это такие мультицентры, в которых можно купить практически все, и супермаркеты, в которых тоже есть и бытовая техника, и товары повседневного потребления, и продукты питания. Единственная, наверное, особенность здесь, если кто-то не будет обращаться и получать справочный материал от нас, то мы всегда это говорим, что перуанские компании и торговые сети привыкли работать с консолидаторами грузов, то есть очень трудно конкурировать с теми европейскими компаниями, которые предлагают широкий спектр услуг, которые могут сделать сборный контейнер, сложив абсолютно разные товары по своему назначению. И когда предлагает компания, допустим, водку, только водку и купить сразу целый контейнер водки, не каждая торговая сеть решается, ей легче заказать то же самое в небольшой партии через Европу, поэтому здесь тоже очень важны такие консолидированные и логистические решения для перуанских сетей. А следующий вопрос Олегу это от Петра Бондаренко. На самом деле, да, я знаю, это компания зарегистрирована здесь, которая может оказать консалтинговые услуги по некоторым секторам, а это все указано у них на сайте, что примечательно могут делать на русском языке. У нас планы озвучивают как это уполномоченные сотрудники, которые в соответствии с решением совета директоров утверждают стратегию, поэтому я еще не могу озвучить никаких планов по открытию представительств где бы то ни было. Я хотел еще прокомментировать по поводу ритейла и банковской розницы, что действительно сети развиваются, у них есть потребность войти, более того, они их решают своими собственными силами, но к нам периодически приходят от наших партнеров запросы достаточно интересные, то есть были запросы например на распознавание видеоаналитика для полок, контроль собственно правильной выкладки товаров на полках в розничных магазинах, то есть вот такого рода вещи, плюс контроль посетителей, или контроль автомобилей, которые там заезжают на заправке автомобилей, то есть вот эти вещи, вот эта аналитика, которую можно собирать в ритейле, она востребована, то есть есть к этому интерес, это можно предлагать, продвигать. спасибо коллеги, вроде на все практически вопросы мы ответили, кто-то уже пишет, что у них есть красивые презентации с картинками, с видео, еще и на испанском, поэтому да, мы обязательно постараемся включить вас в нашу бизнес-миссию, которую мы планируем с нашими коллегами, с торгпредством в конце ноября, соответственно, сейчас утверждается повестка, по каким направлениям мы пригласим потенциальных заказчиков, партнеров из Перу, а также хочу сказать, что 15 ноября будет рассылка, кто еще, кстати, не в нашей рассылке, тоже у нас на сайте вы можете на ней подписаться, будет расширенный аналитический отчет по Перу, где будут как раз-таки все операторы, нацпрограммы, все описаны, поэтому советую подписаться на рассылку, также потом на сайте у нас можете скачать, думаю, будет полезно, если вы собираетесь на эти рынки выходить. Так, у нас есть решение по геоаналитике, понятно, отлично, что решение есть, будем работать. Да, хочу еще раз спасибо сказать всем подключившимся, нашим спикерам, двум Олегам, я могу, наверное, загадать желание, если это можно сделать в зуме, вот, спасибо еще раз, побольше улыбайтесь, как перуанцы, обниматься и целоваться сейчас не очень можно, вот, берегите себя, спасибо большое, всем до встречи. Спасибо за организацию этого мероприятия и в конце ноября ждем всех на бизнес-миссию, постараемся найти всем партнеров для B2B-переговоров, если они будут запланированы в рамках этой бизнес-миссии. Так что, наверное, до новых встреч. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. Пока.